всем привет начинаем шить нашу маску вот мой крой смотрите наружная часть на 2 сантиметра шире сшиваем вот эти места и на одной стороне может быть даже на обоих делаю так подшиваем вот эти края на внутренней стороне сшиваем пока я сшил эту маску я считала что кармашек можно сделать на одной стороне но когда ее сшила поняла что будет удобнее если с обеих сторон будет такой кармашек сейчас объясню какой вот эту часть данных не тихо и загибаем и отрубаем как бы чтоб она у нас не осыпалась потому что она не будет спрятана можно сделать с другой стороны также можно оставить как есть я сделала с одной стороны так прошили и теперь вот здесь это немножко делаем такие надрезы аккуратно не прорезать чтобы саму строчку для того чтобы у нас мягко легла вот это вот округлость вот и мы ее еще потом будем отстрачивать задерживать мог они в разные стороны вот тут нужно будет от строчить сейчас покажу как я это буду делать смотрите в разные стороны заутюживаем чтобы потом при соединении у нас припаски смотрели в разные стороны вот таким образом если ее отстрочить то уже утюжить намного потом проще вот этот шов он хорошо мягко тогда ложится у нас поэтому я советую отстрачивать его все теперь мы соединяем эти наши два шва лицевыми сторонами внутрь складываем их вместе припуск припуски у нас в разные стороны ушли скалываем ровненько все укладываем уравниваем краешки и стачиваем примерно на 0,5 на ширину лапки можно меньше даже не забываем делать закрепочки нижнюю часть аналогичным способом стачиваем точно так же стачали можно выворачивать вывернули расправляем шовчики вот так вот на ребро и их отстрачиваем примерно 2-3 миллиметра от края нижнюю часть тоже хорошо расправляем строчили ну вот теперь мы делаем вот так здесь загибаем под резинку но вот эту часть оставляем свободной закалываем и ее стачиваем вот так с другой стороны закрываем либо делайте точно так же как с этой страны отутюжили нашу масочку вот сюда можно вставить дополнительную ткань вот если было бы с другой стороны такой карман ее проще было бы там расправить вот это я поняла уже после того как сшила так берем резиночки 20 сантиметров это шляпная резинка опаливаем кончики чтобы они не махрились не распускались у нас вот такой вот и резинка вдеватель у меня есть хороший очень вещь советую такую прикупить если кому-то интересно я скажу где я ее взяла так вставляем нашу резиночку и просто вот таким образом завязываем ее узелок и узелок этот можно спрятать в наши вот это вот тоннельчики вот в этом а можно не прятать все вот смотрите вот сюда в этот карман можно вставить дополнительную ткань марлю вату что угодно